Случился у нас пожар в соседней квартире, в 65-й. Как я обнаружила, эта женщина сидела на площадке и стучала мне в дверь кулаком, потому что дотянуться до звонка она не могла. И я когда открыла, она говорит, у меня все горит. Потолок же у нас был, делали такие плитки искусственные, и оно мгновенно, я говорю, за секунду. Вот как только дверь открыла, оно мгновенно. Я вначале хотела брать ведро и тушить пожар, но потом смотрю, уже пламя начало выходить из комнаты. Я тогда быстренько начала вызывать МЧС. Ну, приехали очень быстро, но пожар очень быстро распространялся, потому что была открыта дверь у нее, а она не в состоянии была даже подняться с площадки. Когда мне позвонила, вот, милая соседка, она сказала мне, говорит, Света, мы горим. Я не могла понять, в чем дело, где горим, что горим, но у меня вот здесь вот в коридоре, я пошла ощупью, потому что было столько дыма, что я телефон взяла трубку только по звуку. МЧС очень оперативно, очень быстро, все затушили, все это прошли про квартиры, объяснили людям, чтобы все вышли, открыли, сделали сквозняк и вышли на балконы, чтобы не надышаться этой гарью. И тут буквально через где-то минут 10, самое большое, тут уже тушит и звонок в дверь. И ваши работники, я очень благодарна им за вот такое внимание к людям, вот, он, значит, мужчина, зашел, посмотрел, быстренько закрыл дверь, чтобы дым не шел, и сказал, что посмотрел, говорит, у вас все нормально, но вы, пожалуйста, откройте, сделайте сквозняк и выйдите на балкон и дышите свежим воздухом. И я, когда вышла на балкон, я увидела весь этот страх, дым, который поднимался выше пятого этажа, и все горит. И вы знаете, что вот такое состояние, что вот этот страх невозможно передать словами, вот он где-то вот внутри, вот выплескивает прямо. Ну, у нас сейчас, конечно, проблемы, потому что мы все сейчас моем квартиры, подъезд в ужасном состоянии, и вообще это очень страшно. Это настолько страшно, когда пожар в квартире, и рядом люди, рядом квартиры, это ужасно страшно. Я настолько испугалась, что я даже вначале набрала 0,2 вместо 0,101. И вообще не надо в квартире курить, или курить уже в таких... Я никогда в квартире не курю. Я вот, у меня балкон, вот у меня тут стульчик стоял, пепельница стояла, я все время выходила на балкон, курила. Но чего мне в тот момент дернуло покурить тут, я не знаю. Может, потому что я Ютуб смотрела, там фильм какой-то я смотрела. Может, из-за этого. Так я всю жизнь хожу на балкон, всю жизнь. Там у меня баночка стеклянная с водой стоит, я туда бросаю бычки. Поэтому я обращаюсь к людям, чтобы, если кто-то курит, затушите нормально сигареты. И не курите в постели, и в пьяном состоянии вообще, чтобы не брали сигарету даже в рот. Потому что они не только нам, не только себе причиняют ущерб, но еще и соседям. И я очень благодарна МЧС, что они очень быстро приехали и все, быстренько все потушили. Вот, и, как говорится, чтобы у вас меньше было вот таких вот ситуаций, меньше было пожаров. Просто, чтобы лучше, просто вы были, жили и смотрели на ясное небо, не задымленное вот этим пожаром.